Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня наше волейбольное обозрение с вами из Могилёва. Позади спорткомплекс Олимпийц, а впереди очередной тур в рамках женского чемпионата Республики Веларусь по волейболу. Восьмой тур чемпионата страны по волейболу прошел для нашей команды в Могилёве с когда-то грозным коммунальником, а теперь эта молодая команда составлена из воспитанниц спортивной школы местного региона и уже жемчужно-полесе для хозяев тура, состоявшегося в спорткомплексе Олимпийц, авторитет, пример для подражания. В этот раз туры команд высшей лиги групп А и Б чемпионата страны совпадали и три игрока главной жемчужины, даря в рамчике Ана Масаки Виктория Артемова, были делегированы во вторую жемчужину для усиления этой молодой команды. Ну а оставшиеся звезды полесского волейбола в Могилёве поддерживали честь своей дружины и спортивную славу родного предприятия Мозорского нефтепроватывающего завода. Как и предполагалось, ход матча был следующим. Гости уходили вперед, набирая победные очки, наигрывали различные комбинации, пробуя все возможные сочетания волейболисток на площадке. А юные могилевчанки всеми силами стремились подтянуться к соперницам, отдавая борьбе все силы. В честь волейболиста-коммунальника они не сдавались практически ни в одном игровом эпизоде, боролись изо всех сил и, в принципе, уступив с достойным счетом 21-25 первый сет, едва не добились. Первая для себя сетовая виктория в чемпионате, во второй партии совершив впечатляющий рывок и усупив только по минимальной разнице 24-26. Правда, это усиление забрало почти всю энергию молодой команды Могилёва и в концовке она уже не в силах была достойна сопротивляться 25-9 в пользу жемчужной Полесье. Но в целом коммунальник оставил приятное впечатление на фоне профессиональной женской волейбольной команды Мозорского нефтепроватывающего завода, являющейся одной из лучших в стране. Сама игра, начало было очень интересно, но вроде бы как наши девчонки показывали хорошую игру, но в то же время ошибались, очень много ошибались, очень много били паутом. Ну и, соответственно, вроде команда молодая коммунальника, но в то же время они достойно сопротивления составили, особенно в концовках партии. От этого такой был счет. Даже когда была у нас смена связки, разрыв был там где-то 8-9 мячей, девчонки вроде бы должны были добиться эту партию. Но так сложилось, что практически еле ее только вытянули. Ну и в конце, это уже третья партия уже показала, что немножко и Галя Корнеева восстановилась, вроде бы показала то, что нам все-таки связка может делать передачи, и мы спокойно довели этот матч до победы. В Могилеве пока строится сильная волейбольная команда, но в Могилеве уже построен великолепный спортивный комплекс с чудесным игровым залом, и пусть, к сожалению, его болельщики заполнили лишь на малую часть. Это настоящий дворец спорта, в котором играть тот же волейбол – одно удовольствие. Ну, когда приезжаешь в Могилев, очень мы рады, что мы играем в таком очень отличном зале. Это, я думаю, второй в республике такой, после Бреста, после Виктории. И когда мы приезжаем, мне просто хочется даже так извиниться за мой французский, даже хочется плакать. Потому что мы приезжаем, это просто мы рады, что мы ходим по этой площадке, что мы играем в этом зале, что могут прийти болельщики спокойно присесть, есть в кафетерии. И с удовольствием мы тренируемся, и хотели бы, чтобы у нас, конечно, был в скором такой большой зал. Зал в Мозорском волейболу полейскому спорту нужен чрезвычайно и вновь, как и в прошлом сезоне, решающую стадию чемпионата. Жемчужная Полястья будет проводить в Жлобине, а не в родном городе, где игрового зала высокого класса нет. А жаль. Ну, да ладно, вернемся непосредственно к матчу и спросим у Светлану Паруковой о прошедшей игре и о том, не самом явном преимуществе ее команды в первых двух сетах. В преддверии этого тура, воспользовавшись паузой в чемпионате, возникшей из-за переноса матчей с Брестским прибужием, наша команда провела недельный сбор в Польше. И вот каким он показался Светлане. Честно, сбор, ну, все было хорошо в плане игр, но немножко плохо, потому что здоровье я простыла, поэтому сбор для меня лично не удался, так скажем. А в плане на остальную часть чемпионата готовимся, будем стараться, сделать все возможное, чтобы была победа. Про польский сбор спросили мы и Ольгу Мавшук, от которой во многом зависит успеть жемчужную полейся в решающей стадии чемпионата. Польский сбор, в принципе, всегда хорошие, хорошо проходят, и по тренировкам тоже разнообразные. Интересные были спарринги с командами, с командой Легионова. У нас был один спарринг такой, скажем, игровая тренировка была тоже очень интересная. Второй спарринг, когда они к нам уже приехали, то уже была игра, тоже так же интересно, потому что это совершенно другой волейбол. Так как другая тактика игры у польских команд, другая скорость, ну вообще, в принципе, это другой волейбол, к которому нужно очень быстро привыкнуть. Вот, мы сыграли, пусть мы и проиграли эту игру, но мы играли на рамках, мы играли пять партий, ну как бы три-два мы проиграли, но я считаю, что для польской команды высшей лиги это хороший результат. И Ольга, ее команда «Жемчужная Полесья» по ходу сезона существенно добавляет. Можно ли надеяться на продолжение этой замечательной тенденции? Сможет ли стать наша славная волейбольная дружина еще сильнее в преддверии самых ответственных поединков? Каждым днем, с каждой тренировкой, так как мы все идем к одной цели, а, так сказать, развязка чемпионата ближется, и оно как-то даже не страшно, а как-то вот желанно. Очень хочется таких накалов страстей, таких уже игр, которые, ну, прямо значимые, потому что хочется такой вот ответственности какой-то, в принципе, игровой. Потому что сейчас, как бы, ну, выиграешь, проиграешь, оно еще пока не особо влияет на место в чемпионате, а уже в конце, ну, так, ну, прямо уж интересно. Неотъемлемая часть волейбольного матча – судьи, у одного из которых мы спросили о прошедшем матче, его характере, дриличности. Мне игра понравилась, потому что, хоть и на разных полюсах таблицы команды, но борьба была первые две партии очень напряженная. Не хотел Могилев выступать никак, и даже где-то большой отрыв в очках был, они догонялись, сопротивлялись, чтобы добить до пола. Соперники не могли, защита сегодня была блистательная. Наряду с игроками и тренерами арбитры тоже скрупулезно готовятся к решающим матчам. Чемпионаты страны ждут их, волнуются, настраиваются. Конечно, для судей тоже престижно принять участие. Каждый мечтает финальную, наверное, часть отработать. И это же игры такие, которые и эмоционально выше, которые и напряженнее. И на таких играх приятнее работать. В беседе с Валентином Валерьевичем мы коснулись и недавнего успеха белорусских сборных, которые выступали на отборочной стадии к чемпионату Европы. Напомню, что сборная девушек заняла в своей группе первое место, пробившись в финал главного континентального турнира года. А юношам лишь шага не хватило для повторения успеха своих прекрасных соотечественников. С командой юношей я был на этапе Евзы в Таллине. Я скажу, ростовые данные, прекрасные ребята, подготовленные. Наверное, не хватило того, что с хозяевами играли решающую игру. И вот сказалось, наверное, фактор площадки для Болгарии он стал преимуществом. Ну а девочек я хочу поздравить. И команду, и всех специалистов, причастных, и менеджеров. Достойная игра и награда за многолетний труд. Пожелав успеха нашей сборной, в которой один из тренеров, хорошо знакомый нам по работе в «Жемчужной Полесье» Виктор Федорович Дубицкий, обратимся ко второму матчу седьмого тура между коммунальником Могилев и нашей «Жемчужной Полесье». Заметив, что кроме некоторого увеличения болельщиков, мозорская команда обрел привычной формой тренерский штаб могилевчанок. Вновь у площадки был Николай Васильевич Густыр, а его помощник, ведший игру коммунальника в первый день Максим Владимирович Гайшун, был на скамейке. Возвращение главного тренера придало стабильность коммунальнику, который уже не допускал провала наподобие того, что случился в третьей партии первой игры. Во всех трех сетах счет был примерно одинаковый – 25-12 и дважды по 25-16. Правда, и не было такой близкой мини-победы, как во втором сете первого матча, но в целом коммунальник произвел приятное впечатление. И тренерам этого клуба, наверное, есть чем быть довольным. Ну есть, есть, конечно, что-то, чем можно быть доволен, но есть также и то, чем можно быть недовольным. Есть молодые девчонки все, средневозовская команда, 18 лет. Много людей, которые в первый раз толком играют в высшей лиге и заняли место в основном в составе. Поэтому говорить о том, чтобы мы выходили сейчас в призеры, нет никакого смысла. Но повторять одно и то же девчонкам такого возраста надо. Для меня это тоже новшество, когда говоришь одно и то же, и там девчонки выполняют это, спустя, например, 2, 3 или 4 тура, наконец-таки понимают, что это начинает работать. Ну хорошо, что это уже понимают, что это начинает, что это работает. Хотелось бы, конечно, быстрее, но ничего страшного, если слышат и выполняют, значит умеют. Ничего страшного, придет профессионализм, который приходит только благодаря тому, что и команда играет, нужно наиграться определенное количество игр. Ты играешь 20, 30, 40, 50 игр, у тебя получится появиться опыт. Ты будешь сразу улавливать, что от тебя хотят, и начинаешь это сделать сразу, а не после того, как пройдет какое-то определенное время. Есть много хороших вещей, которых я вижу, но есть еще и то, на чем нужно работать, и их немало. Наш главный тренер, Михаил Михайлович Коваленко, имеет в своем распоряжении игроков совсем другого, более высокого уровня. Но совершенствоваться все равно нужно, причем неустанно. И вот с подготовительного этапа в Польше мы и начали беседовать с главным тренером вице-чемпиона страны. Польский сбор, он всегда такой плодотворный, особенно в такой период, когда восстановление идет после новогодних праздников. Коммунальников поиграли где-то побыстрее, чтобы войти в форму, я думаю, что это только на пользу команде. Сыгрались легиановые неплохо, соперник такой, молодежная команда сборной Польши. И благотворительный матч у нас где-то с командой первой лиги мы сыграли. Это все позволило где-то быстрее набрать форму после новогодних праздников команды. В играх с коммунальником задачи у «Жемчужной полисы» несколько отличались от тех, что стоят перед матчами с командами топ-уром. Ну, надо с таким соперником, конечно, мы экспериментируем с составом, разные позиции, разные, возможно, игровые схемы пробуем. Поэтому где-то, наверное, первый день чуть больше было ошибок, поэтому позволили сопернику поближе подобраться к нам. А второй день уже меньше брака, все почетче было, и поэтому результат понадежнее. В этом туре наша команда показала результат, который нельзя превзойти, можно только повторить. Две победы, шесть очков и победа в таком же количестве сетов. Ну, мы, конечно, настраиваемся на каждую игру, и нам важен был результат, потому что нужно брать шесть очков. Мы их выполнили, играли все, хорошо играли. Задачу на этот тур мы выполнили. Все ближе и ближе решающий матч чемпионата. Правда, для начала нас ждет полуфинальный этап, в котором четыре лучшие команды в четырех турах друг с другом будут определять финалистов. И пару команд, оспаривавших третье место. Но что это, как не игры высочайшего накала, которым спортсменкам нужно подойти во всеоружии? Форма, она потихоньку набирается, и это радует и у меня, и у команды. Да, сейчас интересные игры будут, и радует, что они дома, потому что наши болельщики могут прийти, посмотреть. Но я думаю, что будут очень захватывающие они. Игры действительно обещают быть очень интересными, захватывающими с первого до последнего розыгрыша и определяющими иерархию клубных женских волейбольных команд Беларуси в сезонах 2016-2017. Прошел, как можно сказать, один год, и опять все с новыми силами вранулись в бой в сезон. Как говорится, победить сильнейший, начался новый круг, новый этап. Хотелось бы пожелать девчонкам всем удачи, поменьше травм, идти только вперед и ни шагу назад. А что касается тура, тур прошел, как всегда, очень достойно. Мы играли, много попробовали комбинации сыграть, потому что соперник позволял на это. А что касается сильный или слабый соперник, любого соперника надо уважать, потому что ты не знаешь, что ожидать от них. Хотя девчонки молодые, перспективные, амбициозные, им тоже удачи, что я думаю, у них все тоже получится. Потому что спорт – это такое замечательное чувство, когда играешь, и всегда надо драться до последнего. Кроме Могилева, два города Брестской области принимали матчи седьмого тура. Атлант Баранович и Минчанка 2-3 – неожиданно острое соперничество. Однако во втором матче Минчанка явно была сильнее. В Бресте местная Прибужья не сумела взять хотя бы одну очко у коммунальника из Гродно – 0-3-1-3. И после этого турнира таблица обрела следующий вид. Впереди столичная Минчанка, которая имеет на своем счету 14 побед и 39 очков. Далее наша Жемчужная Полесья – 11 побед и 32 очка. После Гродненский коммунальник, а вот дальше Барановичская Атлант и Брестская Прибужья. Кто-то из этих команд займет четвертое место и попадет в полуфинал четырех. Кто – покажет время. В Брещанком еще играть со столичной Минчанкой, Могилевским коммунальником и нашей командой. А Атланту – последний тур с Гродненской командой и тур 9-й «Жемчужная Полесья», который состоится на этой неделе, игра в субботу, 28 января. Начнется в 16 часов, следующий матч днем позже – в полдень. В то время, когда главная «Жемчужная» сражалась в Могилеве, вторая команда с «Дюшор» Мозорского нефтеперабатывающего завода у себя на площадке проводила свой тур чемпионата страны группы «Б». Соперником выступала новополоцкая «Дружба», которая гораздо опытнее нашей команды. И борьба, навязанная «Жемчужной Полесья-2» в обоих поединках, можно считать успехом. Особенно во второй игровой день, когда до победы казалось рукой подать, ну, 24-26, 25-18, 22-25, 13-25, общий счет 1-3, токов итог первого матча, и 25-17, 25-22, 16-25, 16-25, 6-15 – результаты второго игрового дня. По словам старшего тренера Петра Владимировича Пархимчика, отметьте, в составе нашей команды стоит пасующую Елизавету Олисейко, нападающих Викторию Тычинину, Екатерину Ефименко, Дарью Бурак и Тескова Кулка, а также двух колеболисток главной команды Дарью Аврамчик и Нину Мацак, вне всяких сомнений усиливших молодую «Жемчужину», которая уже на этой неделе, 28-29 января, проведет свой следующий тур чемпионата в группе «Б» в гостях против столичной мельчанки. Ну что ж, дорогие друзья, очередной победный для «Жемчужины Полесья» тур завершился. Спасибо коммунальнику, он старался, и спасибо спорткомплексу «Олимпийц». А на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение. Евгений Монархович, Вячеслав Переписнов и Вячеслав Пересыпкин. До свидания.